Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале. Мой никнейм Ванила Мария пишется с тремя буквами L и без пробела. А сегодня у нас будет очередная серия пустых баночек. Я опять притащила свой огромный пакет с пустыми банками, которые мы будем с вами разгребать, потому что скоро Новый год, пора уже выбрасывать все закончившиеся продукты, подводить итоги. В общем, видео обещает быть жарким, поэтому оставайтесь со мной, если вы хотите узнать, какие продукты у меня закончились и какое у меня о них мнение. Прежде всего у меня закончилась очередная упаковка сухого шампуня от DAV. Это мой самый любимый сухой шампунь, я покупаю только его. Батист мне не понравился. Те версии, которые были у меня, я думаю, что сейчас, когда я поеду на зимние каникулы, я возьму себе батист, опять-таки попробую какие-либо другие версии, возможно, мне понравится. Но на данный момент мой фаворит DAV, обожаю его, потому что он на моих волосах не смотрится очень явно, потому что батист делает волосы очень матовыми, у меня волосы очень блестящие, поэтому DAV смотрится намного лучше и естественнее. Он хорошо освежает, он придает объем прическе, в общем-то не раздражает кожу головы. Мне очень нравится этот сухой шампунь. Следующее, что у меня закончилось, это пенка для умывания с экстрактом соевых бобов от марки E-Choice. Это корейская марка, представлена в сети Подружка. Мне это средство для умывания понравилось, потому что кожу оно не сушит, очень хорошо очищает, снимает остатки макияжа, которые остаются после митилярной воды. Если вы любите корейский уход, корейские продукты для умывания, то советую присмотреться, тем более она доступная, продается, как я уже сказала, в Подружке. Следующее, что у меня закончилось, это фитобиотоник от марки Plyano. У меня увлажняющая версия, обожаю марку Plyano. Я уже снимала целое видео о марке Plyano, обязательно прикреплю вам сверху обзор мой полноценный об уходе Plyano. Но вот это был просто мой мастхэв. Во-первых, он 220 мл, но он в большом объеме достаточно. Он медленно расходуется, то есть мне его хватило практически на полгода непрерывного использования. У него здесь спрей, причем он очень хорошо распределяет средства по лицу. Очень такой мелкодисперсный, не так, что он вам прям вот одной каплей все это прилетит куда-то в глаз или еще куда-то, а именно очень ровно, равномерно распределяет средства по лицу. Само, сам тоник, он действительно очень хорошо увлажняет кожу, очень хорошо именно напитывает влагой. Крутой продукт, очень классно использовать и отдельно, то есть как элемент ухода ежедневного. Также я его использовала под альгинатную маску, чтобы напитать, увлажнить свою кожу. Очень мне нравится уход от Plyano, в частности вот этот тоник. Я думаю, что в ближайшее время я обязательно себе закажу еще раз такой тоник. Следующий продукт, это марка Violata, очищение макияжа с глаз. Это нежное средство для снятия макияжа с глаз. Это была такая водичка нежно-голубого цвета, здесь был 130 мл объем. Такой не очень большой, но при этом мне хватило очень надолго. Средство не раздражает кожу вокруг глаз, оно при попадании в глаза, в общем-то, не раздражает абсолютно глаза. Мне понравилось средство, действительно марка бюджетная, относительно новая на рынке. И советую, если есть доступ именно к этой косметике, потому что состав очень классный, не содержит парабенов, минеральных масел, не раздражает, как я уже сказала, кожу. Подходит для чувствительных глаз, это актуально для таких же несчастных, как и я, кто носит линзы. Потому что с линзами проблема... Ну кто это там? Ну что за люди? Ой, хоть телефон отключай, когда снимаешь. В общем, средство суперское, несмотря на небольшой объем, очень медленно расходуется. Хорошо снимает макияж, действительно не разводит тушь по лицу, не разводит тени по лицу, очень хорошо снимает. Не нужно тереть абсолютно глаза. В общем, суперское средство. Небольшой объем, кстати, играет положительную роль. То есть, это плюс, если вы, допустим, берете такую вот малышку в дорогу. Потому что очень удобно. Я летом ездила в Москву, у меня это средство не занимало абсолютно практически никакого места в моем багаже. В общем, очень советую, если есть доступ к этой косметике. Следующий продукт это банановый крем от Изи Спа. А Изи Спа эта барка, по-моему, продается в Ривкоше. В общем, тоже очень доступно. Крем для рук у меня 75 мл. В общем, крем потрясающе пахнет натуральным пюре банана. Кто любит банан, присмотритесь. Он хороший увлажняющий крем. Ничего прям вот сверхъестественного он не сделает, если у вас кожа покрыта цыпками. Но именно как такой регулярный уход с приятным, очень натуральным запахом. Да, советую. Неплохой крем для именно такого вот увлажнения кожи. Он дает сразу комфорт коже рук. Мне, в общем, понравился. Следующее средство это крем увлажняющий с морскими экстрактами. Это марка Кора. Кора это аптечная марка. Продается, в общем-то, в аптеках. У них есть собственный сайт, где можно заказать. Здесь у меня 50 мл было. Я пробовала также антистресс этой весной. А это у меня был такой вот летний крем, летний уход. Вот здесь вы видите, просто вот все тут. Просто вот досухо я все вытащила из этой баночки. Потому что крем мне очень понравился. Он действительно дает качественное увлажнение коже. Он не забивает поры, что это очень важно летом. Он именно очень благотворно влияет на кожу. При этом на нем держится прекрасная косметика, которую вы сверху накладываете. Даже в жару все хорошо смотрится. Никуда не слезает, не сползает. Крем крутой. У него очень приятный запах. То есть я ожидала, что морские экстракты это будет что-то такое вот отдаленно напоминающее протухшие водоросли на пляже Анапы. Но нет, очень приятный такой косметический, типично косметический аромат. Но в общем и целом крем классный. Крем еще из бюджетного сегмента, который действительно хорошо увлажняет кожу, работает. Поэтому на зиму нет пока. Я думаю, что не советую. Но вот на весну, на такую же теплую весну и на лето обязательно посмотрите, присмотритесь к этой марке. Потому что крем действительно очень хорошо работает. Именно стоит своих денег. Он не очень дорогой. И он просто вот в том объеме, в котором он есть, 50 мл, это просто находка. Следующий продукт, прям разочарование за разочарование, это суфле для укладки объем и блеск. То есть в год тубе решила выпендриться. Вот эту запустили они относительно недавно, может быть год-два назад. Блеск софитов серия называется. Вот я тогда и купила это нечто. Это, как вы видите, оно у меня практически не использовано. Это нечто пыталась использовать я. Это нечто пыталась использовать мама у меня. То есть все продукты, которые у меня не идут, я пытаюсь спихнуть маме. В общем, что обещает нам это средство? Невесомый объем, шелковистый белеск, воздушный спецэффект. Я думаю, что производители данного средства под спецэффектами явно имели в виду то, что голова у вас будет жирная. То есть она будет жирная на ощупь, будет смотреться жирно, волосы будут висеть, как сосульки, никакого объема это средство не придает. Волосы реально странные, как будто вы их неделю не мыли. После укладки этим средством оно абсолютно никак не работает, ни на коротких волосах, ни на длинных волосах, ни на моих вот на данной длине оно тоже не работает. Я пыталась, я, ну не на такой, я вот когда была с Каре, где-то год назад, я тоже пыталась, нет, не работает. Поэтому не советую, обходите стороной это средство, если увидите. Также у меня от Шварцкопф, Также у меня от Шварцкопф здесь Тафт, спрей-пудра для укладки объема свежести. То есть это такая лайт-версия сухого шампуня, мне тоже безумно понравилось. Смысл этого продукта, что он придает объем именно волосам. Ну и как у него дополнительная функция, это освежение корней волос. Мне понравилось, потому что действительно на волосах не видно практически, освежает прическу, придает объем. То есть это вот после Дав на втором месте у меня этот продукт, он немного просто более лайтовый, он не справится с прям совсем кошмарными жирными корнями. То есть Дав посильнее будет, но именно как вот такое средство для объема, которое будет так, то есть оно именно более просто легкое. Если у вас на второй день голова просто такая, слегка не свежая, хочется придать объем, оживости, укладки, то вот это средство, наверное, даже больше подойдет. Классно, попробуйте, это относительно новинка, наверное, летом появилась у нас. Следующий продукт от Matrix, это серия Total Results Amplify Wonder Boost. Средство для прикорневого объема, здесь 250 мл. Я на это средство прочитала просто уйму хвалебных отзывов, и я реально не ожидала. То есть я вот прям думала, что действительно у меня будет грива льва от этого средства, потому что оно реально помогало всем. Она помогала девушкам с длинными волосами, девушкам с убитыми волосами, девушкам, у которых вообще практически нет волос, оно делало нормальный объем. А у меня это средство не работает на волосах, оно мне не придает никакого объема. Слава богу, оно мне и не пачкает волосы, и никак вот не портит именно. Но абсолютно, как вот мертвого припарка, не работает Matrix вот это средство. Поэтому для девчонок, у кого густые волосы, как у меня, и они уже достаточно большой длиной, и они не сухие, я не советую. Я думаю, что для девчонок, у кого с гладкими густыми волосами, это средство на вас работать не будет так же, как и на мне. Либо напишите мне, что я делаю не так, но я думаю, что я и так пыталась и вниз головой сушить, и сушить каждую прядь отдельно, и как я только не извращалась, но не работает это средство. Следующее у меня от Schwarzkopf, здесь Taft. Выбор стилистов, сверхтонкое распыление для волос. Лак. Господи, я какому магистрит, вот так. Что, реально, что ли, что-то есть. Что-то есть. Следующее, что у меня закончилось, это также средство от Schwarzkopf. У меня как-то все больше укладочные средства сегодня. Это Taft. Серия выбор стилистов. Какая-то новая технология микрораспыления. Лак для волос. Лак понравился, потому что у него действительно есть какая-то странная технология микрораспыления. Он действительно очень мелкодисперсно распыляется, хорошо держит укладку. Мне понравился лак, то есть, в общем-то, никаких нареканий нет. Лак и лак. Не скажу, что прям, господи, это лучший лак, бегите за ним. Но, в общем-то, он не склеивает волосы, его не видно на волосах, он неплохо держит укладку. Мне понравился лак. Следующий продукт от Rixone Desodorant. Антиперспирант. 48 часов. Сухость пудры. С микропудрой для сухости и комфорта кожи. Неплохой дезодорант с ненавязчивым запахом. Действительно, он такой, после себя оставляет приятный эффект при пудренности кожи. Ну, в общем, ничего особенного там, экстраординарного я не заметила. А вот и батисты, о котором я вспоминала в самом начале видео. Это версия для темных волос. У меня здесь сухой шампунь. Неплохой сухой шампунь, но дав я люблю больше. Потому что этот, несмотря на то, что он даже темный, его видно на моих волосах. У меня волосы очень гладкие, очень блестящие от природы. Поэтому на моих волосах, на моих корнях сразу вот этот батист почему-то видно. Он как яркое матовое пятно на моих волосах. Мне этот эффект не нравится. Этот сухой шампунь мне не подошел. Если у вас волосы такие же по структуре, как у меня, то я думаю, что у вас будет точно такая же проблема. Следующий продукт от Vela. Это Vela Flex, контроль над небослушными волосами. Лак для волос. Так, четверочка, фиксация здесь. Неплохой лак для волос. Мне он тоже очень понравился. Он хорошо держит укладки, действительно. Именно такой вот вариант для того, чтобы прям вот железобетонно зафиксировать укладку. Он хорошо держит кудри. Мне также понравилось, как он работает с baby hair. Он их приглаживает хоть как-то и держит их. У меня вечно проблема, что у меня здесь вот на фоне гладких волос топорщатся вот эти маленькие свеженькие волосики. Меня это очень сильно бесит. Этот лак с этой проблемой справляется. Следующий продукт от Garnier. Я почти полную упаковку выбрасываю. Это серия чистой кожи, фруктовый заряд, очищающий гель против несовершенств. Сушил безбожно кожу. Абсолютно мне это средство для умывания не нравится, потому что прям вот сахара наступала у меня на коже. Мне этот эффект абсолютно не нравился, поэтому никому это средство не советую. Так, следующий продукт от John Frieda. У меня здесь средство для объема. Blow Dry Lotion. Root Booster. То есть это лосьон-спрей для прикорневого объема с термозащитным действием. Для прямых тонких волос. Естественный объем салонного уровня. В общем, но в любом случае здесь достаточно небольшой объем, 125 мл. Мне это средство понравилось. Это, по-моему, единственное средство, которое давало хоть какой-то эффект на моих волосах. То есть из всего того объема продуктов, которые я перепробовала, это чуть ли не единственное средство, которое действительно хоть как-то делало попытку поднять мои волосы от корней. В общем-то, поэтому я думаю, что если в ближайшее время я не найду ничего лучше, я возьму себе этот лосьон от John Frieda, который стоит, по-моему, 600 или 700 рублей, и буду радоваться жизни, потому что действительно продукт классный. Также в нем есть дополнительный эффект. Для девчонок, у кого-то жирная кожа головы, или склонная к жирности, или просто быстро пачкаются волосы, это средство, оно чуть-чуть подсушивает. Поэтому голову с ним можно мыть чуточку реже. Поэтому средство классное, действительно придает объем. Поэтому девчонки советую, те, кто мучается, как и я, с укладочными средствами, попробуйте, не пожалеете. Также у меня давно-давно уже закончилось, но все, никак не могу упаковку выбросить. Здесь от Matrix, серия Exquisite Oil, это маска моя. Она мне понравилась. Действительно, очень неплохая маска. Вот я ее тоже прям вышкребла до самого-самого конца. Что могу сказать про данную маску? Очень достойный продукт, честно. Мне эта маска, с одной стороны, показалось, что она недостаточно эффективна, потому что мне казалось, что, наверное, если бы волосы у меня были убиты, она бы мне не помогла. С другой стороны, когда я пользовалась этой маской, я просто бед, с волосами не знала. Она делает волосы очень упругими, очень ухоженными, очень увлажненными. С кончиками вообще никаких проблем. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, возможно, я приобрету еще раз именно эту маску, потому что она действительно преображает волосы, она их поддерживает в хорошем состоянии. В ней достаточно приятный состав для такого класса продуктов. То есть, действительно, помимо каких-то там силиконов, еще чего-то, здесь добавлено действительно масла. Маска классная, несмотря на свой небольшой объем, здесь, по-моему, 150 мл, она достаточно медленно расходуется. Мне, в общем и целом, очень понравилось. Также у нее классный, приятный цветочный аромат. Также у меня закончилось средство для лица от Баньки Агафьи, Бабушки Агафьи. Голубоочищающая маска для лица на васильковой воде. Это средство, которое стоит рублей 40-50, но оно работает просто... Это бомба какая-то. Оно действительно работающее средство за 40-50 рублей. Вы такое видели? Я вот первый раз сталкиваюсь. Я купила себе сразу же еще одну упаковку, здесь 100 мл. Единственное, что поменяйте, действительно, вот саму упаковку, потому что она отвратительна. Вот можно в какую-нибудь более приличную тубу, а не под упаковку, под майонеза, наливать средство. Я готова заплатить 150 рублей 200, но сделайте мне, пожалуйста, приличную упаковку. Это единственный минус данного средства. Сама маска, она такая кремово-глиняная, она потрясающе прочищает, очищает кожу, она не сушит абсолютно кожу, она выравнивает цвет лица. Просто супер маска за эти деньги, поэтому если у вас есть лишние 50 рублей, то потратьте их на эту маску, и будет вам счастье. И последний продукт на сегодня, я надеюсь, что это прям последний продукт из моих пустых баночек, я не накоплю себе опять в горы этих пустых банок. Это средство для тела от Markel, это белорусская косметика. Happy and Slim называется серия. Это массажный крем-масло с эффектом ультразвука. Я уже сама испугалась, что там написано было здесь 200 мл. Крем бомбезный, у него потрясающий аромат, он очень хорошо питает кожу. И я не скажу, что он прям вот подтягивает, избавляет от целлюлита или что-то прям нереальное делает, но он улучшает качество кожи. Поэтому если вы хотите бюджетное средство, которое будет хорошо влиять на качество кожи ваших ляшек, то вот советую. И оно просто бомбически пахнет чем-то сладким, вкусным. Поэтому машьте с этим кремом, это заменит вам поедание конфет за новогодним столом, допустим. И, в общем-то, занимайтесь спортом, и я думаю, что будет вам действительно от этого... Ну, я не скажу, что вы похудеете, но эффект положительный, по крайней мере, будет. Потому что кожа, оно действительно как-то преображает и делает более плотно. И мне этот крем-масло даже очень понравилось. Тем более актуально зимой, когда кожа сохнет, это средство, оно прям хорошо работает на коже. И это все пустые баночки, я наконец-таки побегу все это выбрасывать. Вам я желаю, чтобы вы тоже все свои пустые баночки наконец-таки разгребли, все это выбросили в старом году. Если видео о пустых баночках вам нравится, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно пишите, что у вас закончилось, что вы выбрасываете. Если у вас есть какое-то интересное мнение по поводу продуктов, которые я вот сегодня вам показала, то обязательно пишите в комментариях. И все, всех вас люблю, целую. До скорой встречи в следующих видео. Пока-пока!